Друзья, здравствуйте! Я продолжаю отвечать на многочисленные вопросы об аспектах высших планет. Еще раз повторюсь. Сейчас я буду рассказывать о гармоничном аспекте Юпитера с Плутоном. Это третий аспект той карты, которую я практически построил совсем недавно. Эта карта построена на 13 сентября 1921 года. На ней всего три аспекта высших планет. Сегодня отвечаю и постараюсь дать вам интерпретацию, такую самую общую интерпретацию аспекта конкретно Юпитера, гармоничного аспекта с Плутоном. В данной интерпретации я не учитываю ни знак, в котором находится планета, а разумеется, это надо учитывать при глубокой интерпретации. Я не учитываю дом, в котором находится планета, и дом, которым она управляет. Это тоже, разумеется, откладывает важный оттенок, скажем, на интерпретацию. Я даже не учитываю конкретику конкретного аспекта. А каждый аспект, даже из группы гармоничных, разумеется, имеет свою специфику. Сейчас моя цель сделать самую общую интерпретацию, основанную только на символике, общей для всех людей символике этих двух планет. И все аспекты я пока разбиваю просто на две группы. На гармоничные аспекты и напряженные аспекты. Хотя есть и другие группы, например, группа зеленых аспектов, называемые творческие, но на самом деле они не совсем творческие, они скорее проявление волевых усилий, описывает лучшая степень. Есть еще и группа серых аспектов, они немножко послабее, но всеми этими тонкостями мы занимаемся обычно во втором семестре нашего первого курса нашей школы. А сегодня я прочитаю вам интерпретацию этого аспекта для ребенка, который родился в момент такого вымышленного ребенка, который родился в момент построения этой карты. Итак, Юпитер в гармоничном аспекте с Плутоном. Повышенное честолюбие, желание оставить свой след на Земле. И я бы сказал такой глубокий след. По крайней мере, желание это сделать, внутренняя потребность это сделать. Способность и интерес к психологии, в частности, к работе с людьми, с людьми с постдраматическим синдромом. То есть, людям, помощь людям, которые перенесли очень сильный стресс, и, в частности, при введении каких-то военных действий, катастрофы и так далее. Интерес к вопросам жизни после смерти и вообще ко всему, что связаны с проблемой перехода человека в иной мир. В будущем ребенка может интересовать работа следователя и вообще расследование, я бы так сказал, криминальной деятельности. Это может его интересовать. Вообще-то говоря, не только общекриминально, но и финансовых нарушений. Мы должны помнить, что все-таки символика Юпитера, а его второй дом после Стрельца – это рыбы, она во многом схожа и с символикой Нептуна. Поэтому это склонность к расследованию финансовых преступлений. Еще одно направление профессиональной деятельности для этого ребенка в будущем – это врач-реаниматолог. Что еще? Может быть священником, и ему особенно будут удаваться, скажем, похоронные обряды. И, наконец, глубокий интерес к философии оккультизма. Ну и способности в этой сфере. Я еще раз напоминаю, разумеется, это только начало интерпретации, и каждый из вас может ее расширить, опираясь на эти подсказки. Уже в зависимости от той задачи конкретной, которую вы решаете при интерпретации аспектов. Я продолжу эту очень важную и интересную тему. До новых встреч, друзья. Всего хорошего. До свидания.